Доброе утро, друзья! Это студия «Хорошего настроения». Мы продолжаем свою работу на календаре 13 ноября. А завтра, в субботу, 14 ноября, весь мир будет отмечать День борьбы против диабета. Мы не будем сегодня рассказывать вам о том, как лечить сахарный диабет и как протекает эта болезнь. Лучше поговорим о том, как не допустить данный диагноз и выяснять все эти вопросы будем с нашей сегодняшней гостью. Итак, друзья, у нас в гостях кандидат медицинских наук, главный врач учреждения здравоохранения, городской эндокринологический диспансер города Минска Наталья Карлович. Доброе утро, Наталья! Мы очень рады, что вы нашли время и пришли в студию «Хорошего настроения». Доброе утро! Спасибо, что пригласили. Доброе утро. На самом деле много вопросов. Все вопросы довольно-таки серьезные, потому что и заболевания соответствующие. Мы, как Саша уже сказал, не будем говорить сегодня, как протекает эта болезнь. Но вот откуда она берется? О первых симптомах, мне кажется, мы просто обязаны рассказать телезрителям. Во-первых, самое главное понимать, что сахарный диабет – это не одно заболевание. Сахарный диабет – это группа заболеваний, общим с которых является гипергликемия, то есть повышенный сахар крови. Но причины гипергликемии могут быть разные. Если человек заболевает в детском возрасте, чаще всего это дефицит инсулина, который развивается вследствие аутоиммунной патологии поджелудочной железы. А вот тот диабет, который как раз наиболее распространен в мире и которого распространенность постоянно растет, это диабет второго типа. Он связан как раз с метаболическими нарушениями, которые происходят у человека в силу того, что он набирает вес. То есть, если упростить, живот-диабет. Почему-то наши люди не всегда адекватно оценивают свой вес. Нормы веса не меняются с возрастом. И за взрослую жизнь нормальный человек должен набрать не более 5 килограмм. Я бы предложила встать на весы, измерить свой рост и рассчитать индекс массы тела. Вес в килограммах разделить на рост в метрах, возведенный квадрат. В норме должно быть от 18,5 до 25. Все, что выше 25, это избыточный вес, а все, что выше 30, это уже ожирение. Ну или проще, положил руку на талию, не нашел эту талию и тоже, в общем-то, есть необходимость задуматься. Нет, у меня есть вам лучшее предложение. Нужно взять сантиметровую ленту, которую, я надеюсь, у каждой хозяйки найдется в доме, и измерить объем талии, охват. Так вот, все мы знаем каноны красоты, 90, 60, 90. А если не нашли, то вообще беда. Кстати, если не нашли, между прочим, есть хороший критерий. На уровне пупка надо измерять тогда себя, если ее нет. Если нет сужения, значит, уровень пупка будет тем местом, где ее надо искать. Так вот, стандарты красоты у женщин это 60 талий, а вот стандарты здоровья для женщины это не более чем 80, а риск повышен очень сильно, если 88 и выше. То есть абдоминальное ожирение при 88 и выше. А если женщина высокая очень, 2 метра? Ну, это же, наверное, немножко другие. Ну, я просто, чтобы не все пугались. По талию одинаково точно... Вот, видите, а многие оправдываются. Я же крупная, у меня кость большая. Нет, нет, нет. В данном случае это не работает. Так, и вот эти цифры, на которые нужно обратить внимание... А для мужчин еще давайте талию, потому что женщины талии обычно все влияют, а мужчины, они как-то вот меньше внимания. И, кстати, животик вырастить, это больше мужская проблема, да. Так вот, у мужчин, у них довольно широкие пределы возможностей накопления жира в области живота. И в норме считается до 94 сантиметра. Это считается... Эй, можно идти кушать. Норма. Ну, кушать... Только радуешься. Не знаю, как считать, но по крайней мере риск диабета минимален, если до 94. А абдоминальное ожирение и высокий риск диабета, если 102 и выше. Есть ли какие-то симптомы, на которые надо сразу же обратить внимание и обратиться, в том числе и в ваш диспансер, и узнать, есть ли какой-то уже, какой-то диагноз или нет? К сожалению, тот тип диабета, о котором мы сейчас говорим, второй тип диабета, диабет взрослых, он себя ничем не проявляет. У него течение или малосимптомное, или совсем бессимптомное. И поэтому ориентироваться на симптомы, это в корне неправильно. А если нет симптомов, извините, что перебило, можно ли как-то вот в целях профилактики периодически сдавать кровь на сахар? Для этого спасет? Да. Эта система предусмотрена на государственном уровне. У нас действует на уровне Минздрава утвержденная инструкция порядка диспансерного населения, взрослого населения Республики Беларусь, в которой прописано, что все жители Республики Беларусь в возрасте 18 лет и старше должны ежегодно проходить анализ крови на сахар. Это так называемая всеобщая диспансеризация. Какая норма сахара должна быть? Цифры очень простые. Если сахар сдается, то есть гликемия, в лаборатории, в медицинском учреждении, из пальца, потому что нормы отличаются только лишь, если мы берем кровь из пальца или из вены. И если мы берем капиллярную кровь, то есть из пальчика в лаборатории, то это 3,3-5,5. Все, что выше, чем 5,5, это уже не норма. Есть правила сдачи анализа крови на сахар. Накануне должно быть обычное питание, не должно быть ограничений и избытка. И после 8 вечера желательно уже никакую пищу не принимать. А водичку пить? Водичку можно. И утром, кстати говоря, воду пить тоже можно. В том числе запить препараты для лечения артериальной гипертейии. А минеральную воду? Минеральную тоже можно. Главное, чтобы в ней не было никаких пищевых добавок. Важно еще сдавать сахар крови, если это утром натощак, то это с 8 до 10 утра. Ну вот мы сейчас рассказали о том, что обязательно раз в год нужно сдавать кровь на сахар, даже если симптомов никаких нет. А вот другие вот эти степени, есть ли там симптомы, на которые нужно обратить внимание? Во-первых, насчет других, это не степени, на самом деле, это типы диабета. Так вот, первый тип диабета, который развивается в детском возрасте, там пик манифестации, пик возникновения диабета приходится на пубертатный возраст, то есть это от 10 до 15 лет. У них яркая клиническая картина развивается. Это жажда, повышенное употребление жидкости и повышенное ее выведение. Ну, такое название болезни, сахарный диабет, оно, наверное, сбивает очень многих. Людям кажется, я так полагаю, если ты ешь много сахара, то можешь заболеть. Если ешь мало сахара, то не заболеешь. Но речь же не про сахар, который ты потребляешь. Да, совершенно верно. На самом деле, от потребления сахара напрямую развитие сахарного диабета не зависит. Особенно, если мы говорим, например, про первый тип диабета, который вообще является аутоиммунным заболеванием. Что касается второго типа диабета, то не важно, что ты ешь. Важно, во что это превращается. Если потребление пищи только лишь покрывает расходы энергии организмом, то тогда, даже если питаться одним сахаром, диабет не разовьется. Другое дело, что могут другие проблемы со здоровьем начаться. Но если даже здоровая пища употребляется в три раза больше, чем нужно, и это все откладывается в области живота, то диабет тогда практически гарантирован. Остается только спросить, болели ли родственники первой степени родства. То есть это мама, папа, брат, сестра. Если такие есть, то, скажем так, вопрос только времени, когда это случится. Все-таки ни питание особо, ни вот этот пресловутый сахар, который все имеют в виду при упоминании этого заболевания сахарный диабет, они, в принципе, не так важны, как важно соблюдать физическую активность, двигаться, сжигать вот эти самые калории, чтобы они не отложились в ненужных местах и чтобы, собственно, это не спровоцировало эту болезнь. У нас еще такое расхожее выражение. Спорт и диета – прививка от диабета. Какие-то альтернативные способы лечения сахарного диабета существуют? Нет. К сожалению, это все, скажем так... Шиповник, например, там, приложить. Да. Это, с одной стороны, сказки, а с другой стороны, это маркетинг. Это тоже масса есть людей, которые хотят заработать, в том числе и на этой проблеме, которая очень распространена. И, конечно, пациенту, если говорить, как ему вылечиться, соблюдать здоровый образ жизни, не пить, не курить, хорошо, правильно питаться, заниматься физическими упражнениями, конечно, ему станет грустно и скучно, что жить будет невесело и излечение все равно невозможное. Поэтому, если кто-то ему предложит какой-то пластырь, который он поносит, например, месяц и излечится, конечно же, он, а почему не попробовать, подумает. И, кстати, насколько мне известно, такие продавцы обычно продают как минимум комплект этих пластырей, потому что человек после первого уже не купит второй, а если сразу, то можно и продать побольше. Но реально, конечно, на сегодняшний день возможности излечиться от диабета, к сожалению, нет, это нужно констатировать. Но диабет, тем не менее, можно держать под контролем. У меня в практике очень много случаев, когда после получения диагноза диабета, особенно когда расскажешь, что от этого будет дальше, то человек настолько в корне меняет образ жизни, что, например, приходит через три месяца на прием, и его невозможно узнать, потому что у него совсем уже другой вид. И, конечно же, в данной ситуации сахар крови приходит в норму. Но это не значит, что диабет вылечился, он просто под контролем, потому что если вернуться к прежнему образу жизни, то, естественно, вернется и все нехорошие проблемы со здоровьем. Итак, у нас в гостях кандидат медицинских наук, главный врач учреждения здравоохранения, городской эндокринологический диспансер города Минска Наталья Карлович. Большое вам спасибо и за информацию, и за предупреждение весьма активное. Спасибо, Наталья, хорошего вам дня и крепкого здоровья. Чего и хочется пожелать всем нашим зрителям. Нашим телезрителям сообщаем, что встретимся с вами буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова